Россия, моя Россия! Главная точка притяжения для барнаульцев в день города неизменно площадь Сахарова. На ней с размахом отгремел масштабный патриотический фестиваль «Русское лето за Россию». Кстати, у события обширная география. В этом году он охватил 26 городов по всей России. Второй раз подряд выбор выпадает на Барнаул в числе тех, не всех городов России, в котором этот фестиваль будет работать. Нам очень приятно, потому что возможность приобщить наших людей не только к хорошей музыке, но и к хорошим смыслам – это очень важно. Кроме музыкальной программы на главной сцене, на фестивале развернулось множество площадок – спортивные соревнования, тир, скалодром, творческие мастер-классы и даже площадка сильнейших людей, которые поднимали нестандартные снаряды. Мы здесь сделали несколько активностей, направленных на массового спортсмена, который, может быть, кто-то даже не тренируется, кто-то не занимается, но у каждого из жителей, а также гостей города Барнаула есть возможность прикоснуться к миру силы. На фестивале установили российский рекорд по древнему силовому трюку, а именно удерживанию атлетом людей, которые тянули его в разные стороны. Людей было 16, а во время разрывания спортсмен надувал грелку. Кстати, по мнению Юрия Калмакова, главное заниматься спортом и быть патриотом своей страны. Здесь в нашей локации есть кабинка «Своих не бросаем», где каждый желающий может передать виртуальный привет нашим ребятам на передовой, ну и помимо этого написать письма, либо рисунки, что делают, в том числе и взрослые, и дети. Собственно, часть уже мы сейчас, сегодня же даже передадим нашим ребятам при отправке совместно с правительством края четырех фур туда за ленточку. Желающих записать видео для бойцов было достаточно, приходили целыми делегациями. Искренне вам спасибо большое, что вы ратный труд несете, отстаиваете интересы нашей страны, отстаиваете рубежи нашей страны. Кстати, фестиваль начался с кинопоказа лучших работ документального отечественного кинематографа, посвященных Донбассу. Атмосфера праздника, конечно, хорошая, просто эмоциональное состояние на уровне. И вот, кстати, стилистика вообще мероприятия. Чувствуется, что стали обращать внимание на молодежь, на поддержку. Программы поменялись абсолютно, то есть чувствуется подача именно для молодежи, населения Барнаула. На главной сцене выступили известные российские вокалисты. Группа «Фогель и Ко» Диана Завидова, а хедлайнерами мероприятия стала группа «7Б» и артистка Ольга Кормухина. Сегодня сразу, сегодня было такое единение, и, пожалуй, это самое главное. Я поняла, что люди сейчас очень реагируют на настоящую музыку, на настоящие смыслы. Потому что всех уже достали два кусочка колбаски, и ты меня не любишь, я тебя люблю. Это не то, с чем можно жить и расти детей, не те песни, с которыми можно побеждать. В фестивале «Русское лето» посетили около 60 тысяч человек, завершили мероприятие праздничным фейерверком. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, День с толком.